Слово предоставляется Анатолию Федоровичу Кресик. Уважаемые товарищи, наша страна сегодня находится в критическом состоянии. И вновь мы защитники нашей Родины, в боевой готовности мы должны защитить нашу Родину. Другого выхода у нас нет. Военно-морской флот от этих реформ начал мучиться еще с 1991 года, когда демократы пришли к власти. Новая власть сразу же приступила к уничтожению военно-морского флота. За эти 9 лет весь военно-морской флот был у телевизоров уничтожен. Он был продан за рубеж на металлолом за дешевку. В это время, в 1996 году, дети подводников в Гаджиево, где я прослужил 6 лет на атомоходах, с кастрюльками приходили на матросский камбус и ждали остатки пищи, чтобы поесть и не умереть с голода. Это уже тогда был развернут геноцид против нас, против военных. В 2000 году наши хлотоводцы затопили Курск. К этому времени уже была развалена вся аварийно-спасательная служба. Мы не могли снять подводников с аварийной подводной лодки. Они затонули. Через три дня пришли спасатели с Норвегии, с Англии, проникли в корпус, прочный корпус подводной лодки, но подводники были уже мертвы. Давайте поменем минутой молчания наших погибших братьев-подводников. Позор этим флотоводцам, которые загубили этот крупнейший корабль. С тех пор военно-морской флот принял умное решение в кавычках. Он решил больше в море не ходить. Сейчас на морских просторах вы не найдете ни одного боевого корабля. Все корабли находятся у притралов и пирсов, ржавеют и доживают последние дни. МИД судпром разогнан. Остались мелкие судостроительные заводы, которые не в состоянии ремонтировать корабли, но и они тоже доживают последние дни своей жизни. Сердюков организовал какой-то оборонэкспорт. Это фиктивная контора, которая на бумагах делает какие-то ремонтные работы, а фактически два завода, северяне очевидно есть и знают, Чалпушку, Бурманский судостроительный завод, несчастные судоремонтники годами не получают свою зарплату. Подошел 2007 год, новый реформатор. Я уже не говорю о Сергееве. Где его горные дивизии, которые тут трещал нам, лапшу на уши вешал? Где эти контрактники? Их нет. Но угроблены миллионы и миллионы наших денег. Мы, военно-морской флот, уже дошли до такого состояния, что вынуждены закупать какой-то французский мистраль, который никому не нужен. Побежали, уже договор заключили. Позор этому мистралю. Мы его сюда не пустим. Мы его вышвырнем обратно. Убраны оперативные эскадры. Наши ракетоносцы, на которых я служил, патрулировал на боевой службе вместе с моими друзьями по 3-4 месяца. Тогда американцы четко получали от нас, от военно-морского флота, каждый штат уверенно нашу морскую стратегическую ракету. Но сейчас нет. Булава не летает. Под булаву построены 4 ракетоносца, но они стоят в базе, потому что нет ракет. Сейчас наступает критический момент. Внимание, минутку только послушайте. 200 тысяч офицеров увольняется в запас. Что может быть произойти с этими ребятами? Завтра ему звание получать, а его ВЭК за проходную. Его выгоняют на улицу. Но это 200 тысяч чистая цифра. За каждым уволенным в запас стоит его жена, дети. Эту цифру надо помножить в 5 раз. Это миллион, миллион людей, против которых развернут геноцид настоящий. А что делается с жильем? Это ужас. В Гаджиево, в родном моем поселке, отставников заставляют там жить. Квартиру расслужебывают и живи как хочешь. Что это такое называется? И в то же время Путин и Медведев говорят, ни один офицер не будет выгнан из воинской части, пока не получат квартиру. Кругом вранье, врут на каждом шагу, где только можно. Какой выход из этого тупикового состояния? Военные всегда находят выход. И десантники, и моряки, и кто их поддерживает. И тогда, когда вчера выступал, я был на конференции у десантников. Спасибо большое. Мы с десантником еще крепче подружились. Выступает генерал-лейтенант, в честь ему хвала, говорит, мы там в 10-16 году операции. Но поймите, без военно-морского флота ни одна операция успеха не приведет. Мы с вами, мы победим. Слово предоставляется Сергею Васильевичу Халяпиным. Спасибо, уважаемые братья и сестры. Я сегодня приехал с большой делегацией из подмосковного гарнизона Монина. Там базируется военно-воздушная академия Гагарина. Вчера на большом собрании действующие офицеры отставные попросили меня задать здесь громко несколько вопросов. Кто ставит задачи по уничтожению армии Сердюкову? Второй вопрос. С кем советуется по уничтожению нашей армии Сердюков? И третий вопрос. Почему до сегодняшнего дня Государственная Дума не провела расследование по поводу того, где был министр обороны в течение 8 часов, когда началась война кровопродлитой против братского народа Абхазии? Смотрите, как нас приучили с вами на протяжении 15 лет уничтожено сельское хозяйство. Класс крестьянина больше нет в нашей стране. На этом же промежутке времени уничтожен класс рабочих. Система образования сегодня так готовит наших мальчиков и девочек, что, выходя из школы, они и не умеют ничего и не знают. Исконно русские профессии плотник, стойлер, каменщик, жестянщик. Никто не знает даже слов таких. Нас закормили за 15 лет таблетками, сделанных из мела и воды. И все это проходит. И никого ответственным нету. Никто не несет за это ответственность. Сегодняшняя ситуация в нашем Монинском гарнизоне один к одному ситуации, как в Рязанском училище. Три года тому назад жители Монинского гарнизона, а их 23 тысячи, поставили 1200 подписей, включая и героев Советского Союза, кавалеров семи боевых орденов, подписи с просьбой к министру обороны. Мы хотим построить православный храм, которого никогда не было в нашем гарнизоне. Три года тому назад, будучи депутатом Щелковского района, я весь пакет документов отвез в канцелярию. Прождали два месяца. Нету ни телефонных звонков, ни писем. Поехал туда, месяц добивался хоть какой-нибудь встречи с кем-то. Добился одного телефонного разговора с советником министра обороны по военно-воздушным силам, который мне очень кратко ответил, что не то время, что вы строили православные храмы. И бросил трубку. Через два часа я через своих друзей выясняю, кто это такое. Внимание! Винник Лев Арнольдович! Ни дня не служивший в армии. Командует, руководит и советует нашему министру, что делать с военно-воздушными силами. Это что такое? Два года назад мы собрались и решили наплевать на такие пояснения в нашу сторону. 6 декабря этого года мы сдадим свой храм воинский в честь Александра Невского под ключ. Мы помним наши традиции от Александра Невского и Дмитрия Доскова, от Александра Суворова и маршала Жукова. Никогда, ни под кого, никаких Рабиновичей и Абрамовичев не ложились и не ляжем. АПЛОДИСМЕНТЫ И в конце хочу сказать следующее. Я знаю, что уже готова ОКОВА для первого министра Толи Сердюкова за нас, за ВДВ, за авиацию, за сухопутные войска. Спасибо, десантики, что наш митинг не политический, а мы обсуждаем насущные проблемы защиты армии и флота. Слово предоставляется полковнику Квачкову. Ни слова о политике. Ни слова о ней. Какая политика? Разве мы были в политике, когда в 68-м году седьмая, по-моему, 106-я, Дан Слава Алексеевич, две дивизии, 103-я, да, 103-я и 7-я дивизии, когда они изменили в корне политическую ситуацию в Сехословакии. Какая политика, десантура? Наши старшие братья, разве политикой там занимались? Вот, развиваются два флага отряда моей бывшей бригады, 15-й. 154-й отряд, 15-й. Отряд, который брал Кабул. Имею в виду Дорец Амина в 79-м году вместе с десантной ротой Валерой Вастротиной. 177-й отряд, которым я командовал в Афганистане в 83-м и 84-м годах. Последняя колонна, которая выходила из Афгана, знаменитый, помните, Симак, по мосту, через Харатон идут они. Мы не были там политики 9 лет, что ли. А 9-е Чечни, это не политика. А все эти... Мистер Шоп, как можно говорить? Задницы. А все эти задницы, куда нас посылали они все эти годы, Вильнюс, Баку, Таджикистан и прочее, не считая мелких брызг. Это политика. И вот теперь мы, те, кто делал политику, да, мы никогда не спрашивали, потому что армия, это и есть вещь изначальная, как и должно быть. Мы не занимались политикой, уважаемые десантики и спецназовцы. И закончилось тем, что политика стала заниматься нами. нами сейчас стала заниматься политика. И мы собрались здесь, сейчас, как на... Пришли, как куда-то... Хрен знает куда. И думали, а как же мы здесь оказались? Как получилось, что мы всю жизнь отдавшие свои жизни, жизни своих товарищей, коллег, сколько наших ребят ходят, мы отдали жизни за страну, за государство, а теперь оказалось, что мы вне ее, и нам, видите, нельзя заниматься политикой. Политика это искусство возможного, говорят. А для десанта есть что-нибудь невозможное? Поэтому я думаю, что политику мы сделаем ту, которая необходима нашей стране. Мы главная политическая сила. И ВДВ последний рубеж русского народа. Последний рубеж мы с вами, дорогие десантики. Слава ВДВ! Но мы еще главную специальную операцию, главный бой мы еще не провели, десантура. Не провели бы еще главная специальная операция, главный бой, главный пуск, главный выход в море еще впереди. А Сердяков ни при чем. Это не реформы по-сердяковски. Это реформы по жидомасонскому закулисному сценарию, а не по-сердяковски. Заканчивают, да. Третья. Русская революция неизбежна. Слава ВДВ! Слава ВДВ! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова